Добрый день, дорогие телезрители! Приветствуем вас на нашем YouTube-канале. Наконец-то выходит первая передача о любительском футболе на Юго-Западе. Название нашей передачи будет «Кухня Юго-Запада». Вести ее буду я, Михаил Першин, мой соведущий Антон Погодин. Здравствуйте, дорогие друзья. Планируется формат нашей передачи раз в две недели. Мы будем выходить в эфир, будем обсуждать все дивизионы, все какие-то перипетии, которые происходят на полях нашей Юго-Западной Лиги. Сегодня в первой нашей пилотной передаче мы затронем тему высшего дивизиона, прошедшего 26-го тура, плюс была одна игра 22-го тура. Ну что, Антон, стартуем? Стартуем. Перейдем к обзору матча тура. Сейчас на своих экранах вы видите турнирную таблицу. после 26-го тура высшего дивизиона Юго-Западной Лиги. И также сейчас вы видите результаты отчетного тура на ваших экранах. Мы начнем пока обсуждение матчей с матча «Пищевик-КамАЗ». Я думаю, что долго, особенно об этом матче, говорить не стоит, Антон. Хотя была трансляция, матч ожидался обоюдоострый. Но он и получился таковым. Он и получился таковым. То есть, по-хорошему, вливая победа КамАЗа со счетом 3-2. Но на сайте, в техническом протоколе, мы видим счет 5-0. Команда КамАЗ, имевшая в своем составе дисклифицированного Армена Адамяна, почему-то решил выпустить его на поле. Наверное, Армен Адамян не наигрался в матча за молодежные сборные. Решил еще лишний матч провести. И мне кажется, больше сыграл невнимательность руководителя КамАЗа. Потому что не заметить, что в стартовом протоколе игрок уже был указан. Человек, который не может принять в нее участие. Все равно допустили игрока до игры. Но это уже проблема руководителя КамАЗа. Как бы выиграть 3-2 игру, а по итогу получить баранку. Что ж, таков их выбор получается. По поводу руководителя КамАЗа мы, конечно же, поздравляем сердечно Дениса Сарсани с назначением на должность спортивного директора футбольного клуба РАД Москва. Как раз это произошло на неделе предшествующей туру. И, может быть, я думаю, Денис из-за новой должности просто просмотрел. Вполне возможно, да. Потому что, зная Дениса уже не первый год, это ответственный человек, у которого всегда состав на игру, у которого даже еще не так давно был дубль. И тоже всегда собирался. Не дубль был, вторая команда. Вторая команда, да. Прошу прощения. То, да, вот мне кажется, именно на волне вот этого успеха такого, да, карьерного, он, может быть, немножко не уделил должного внимания самой команде. Соглашусь. Про пищевик, про пищевик, мне кажется, по этой игре говорить тоже не стоит. Первый тайм команда играла, ввела 2-0 после первого тайма. Появляются новые футболисты в пищевике, вырисовывается новый облик команды. Вообще, на самом деле, мы хотим, давно уже хотим, Олега Есенова позвать в нашу студию. Я думаю, то, что в ближайших передачах мы увидим его, потому что очень многим интересно узнать о том, что происходило лето в пищевике, как потом Олег выбирался из этой ситуации. Я думаю, что лучше него, никто нам это не расскажет, а сидеть что-то домысливать, рассказывать, мне кажется, смысла нет. Догадок может быть много, да, а по факту, что было на самом деле, остается только, даже, мне кажется, ни одна гадалка. Даже по этой игре, даже по этой игре, пищевик после первого тайма ведет 2-0. Причем довольно-таки уверенно ввел, да, создавал. Но в перерыве команды уже узнали, что будет техническое поражение, и, мне кажется, бросили играть, дали Камазу почувствовать это, ну, как хоть какое-то удовлетворение получить. Ну, да, да, да. Все-таки у нас любительский футбол, да, и ребята, как бы, в большинстве команд между друг другом общаются, может, и решили ограничиться без лишних единоборствам каких-то, да, и спокойненько сыграли 3-2, друг друга поздравили, одни с победой, формальные, другие с игровой, скажем так. Ну, да. Перейдем к следующему матчу. Это матч УНК Бутова. Результат матча 7-3 в пользу Бутова, но по факту игра была не такая уж и простая, то есть, ну, кажется, как сыграли, 7-3, да, победили. Большая разница в классе вроде даже, да. Да, но на самом деле там до буквально последних минут игры счет был 4-3, до 59-й минуты. Дальше Артем Фомин. У нас вообще этот тур очень много хитриков, есть покер у нас в этом туре. Вот Артем Фомин, один из игроков, сделавший хитрик в этом матче. Два мяча он забил, вот, с 59-й до 61-й плюс на долголевую передачу. Чуть раньше был еще забит первый мяч. По ОМК, по ОМК, что можно сказать? Команда сражается за то, чтобы остаться в высшей лиге. Команда вышла в прошлом году очень-очень достойно. Очень уверенно, да. Но потом произошли проблемы с финансированием, о чем Виталий Редников мне говорил. И вообще команда решала, будет ли она играть в турнире в высшем дивизионе в этом сезоне. Но потом прошло совещание, решили то, что кто остался, те будут играть, будут стараться. В принципе, ребята выдают неплохие матчи, неплохие матчи. Вспомни недавнюю победу над чемпионатом, со счетом 3-2. Но в целом, конечно же, ну, кадровые проблемы, кадровые проблемы, очень тяжело. Ну, будем надеяться, то, что у ОМК все получится. Ну, в принципе, в принципе, после Нового года, да, команда ОМК сыграла у нас 7 матчей, и 2 выиграла, 2 сыграла в ничью, потерпел всего 3 поражения. Ну, так, если сравнить даже, вот, скажем так, последнюю пятерку замыкающую, ОМК занимает 13 место, и там, допустим, первую пятерку, которую мы будем еще обсуждать, да, ну, ребята идут практически по графику Меркурия, которая идет на пятом месте. И, ну, что хотелось бы обратить внимание, даже у того же самого Меркурия на дно поражение больше, то есть у Меркурия там 4 поражения, да, у ОМК, который на 13 месте всего лишь 3. Да, это при том, то, что ОМК еще в последний трансфер на окно теряет Никита Елфимова, который переходит в нику, а чуть раньше, в осенней части сезона, Александр Юшин переходит в ту же ту же нику. То есть 2 лидера. 2 лидера, так из любой команды вытащить 2 лидеров, и неизвестно, что произойдет. Да, согласен, потому что в каждой команде, в принципе, ну, там 3-4 лидирующих игрока, да, все остальные, как принято говорить, таскают тот самый рояль. Соглашусь с тобой. По Бутову давай пройдемся. В принципе, команда, ну, традиционно мы привыкли, что Бутову все-таки наверху. Но этот сезон у них начало не задался. Этот сезон с самого начала у них не задался, и какие-то были изменения в составе, пытались они новую кровь, молодую, внедрить. Денис Гапонов, нападающий, известный у нас по уступлениям за крылья Советов, и в высшем дивизионе, северо-западом, по-моему, играл, за команду Катран. Приехал, несколько матчей сыграл, что-то не пошло, и в итоге Бутову вытягивает старые гвардии. Фомин, Лепатов, Кротов, Кротов, который сейчас, к сожалению, травмирует. Кротов, да, травмирует. В предыдущей игре с Александром разговаривал, я так понимаю, что до конца сезона Александра больше не увидел. А вот это вот, не знаю, хорошо или плохо, потому что все мы помним 30-й тур, матч 4 звездочки Бутова, и всегда этот матч, на каком бы месте команды не находились, какое бы время года не было, 3 звездочки Бутова – это огонь. Да, тем более в этом сезоне, судя по всему, все идет о том, что 3 звездочки, наконец-то, одержат долгожданный чемпионский титул. К этому мы еще и сейчас перейдем. и тут как бы уже, тем более взять их тепленькими, Бутова, мне кажется, очень бы хотел. Согласен, согласен. Следующий матч, как раз 3 звездочки играли с Керосинкой, матч получился какой-то односторонний, счет 10-0. Честно тебе скажу, я смотрел эту игру от и до, и могу тебе сказать, что Керосинка – опытная команда, чемпионы двухкратные нашего Юго-Западной Лиги. То, что они творят в обороне, это, извините, мы обсуждали со многими командами, что есть проблемы в обороне из-за недосадки квалифицированных футболистов или травмы дисквалификации, все-таки конец чемпионата. Здесь же просто ребята назад просто, знаешь, вот как во дворе. Пришли, сейчас мы 60 минут отбегаем, и вот ушли. Ну и что? В итоге одна из самых играющих команд, комбинирующих, Керосинка, не забил ни одного мяча, пропустил 10. Ну, не знаю. Для людей с такими традициями и футбольными, и вот этим, как мы любим говорить, с чувством победителя проигрывать 10-0 даже будущему чемпиону, мне кажется, немножко неуважительно по отношению к самому к себе. Соглашусь с тобой. Ну, еще надо отметить, в этом матче четыре мяча Артема Севастьянова, и Артем укрепляет свое преимущество в споре бомбардиров. Если до этого тура у Артема было 48, у Александра Карпову было 44, изники ВРК, то после этого тура 52 мяча у Артема Севастьянова. Ну, 8 мячей, отрыв, мне кажется. Ну, 4 тура. 4 тура. Ну, это если Севастьянов перестанет забивать мячи, на что надеяться, в принципе, не приходится, или же он получит травму, не дай бог, или он просто перестанет ездить. Знаешь, это вот из этой серии. Ну, это не вариант с этим Севастьяновым, когда он перестает ездить. Зная его самолюбие, зная его стремление всегда добиваться высших, как бы, целей, да, на это надеяться Карпову, наверное, приходится. Соглашусь с тобой. Следующий у нас идет матч Стоп Наркотик Тонна. Мы с тобой работали на этом матче. Да, подвальное дерби такое. Подвальное дерби. Матч для Стоп Наркотик, мне кажется, это вообще был матч жизни такой, когда решалось, если команда, мне кажется, не побеждала в этом матче, то, ну, каких-то... Даже теоретических шансов не было. Нет, теоретические шансы бы еще были, но уже... Ну, тоже, и они уже такие, знаешь, как призрак оперы. Ну, честно, результат матча итоговый 6-1 победил Стоп Наркотик, напомню. Для меня неожиданный. Он неожиданный был перед игрой, но, исходя из той игры, которую показали команды, то он был очень очевиден, да, в силу того, что у Тонны ряд есть проблем с составом. Егоров, один из лидеров, вышел, получает... С травмой задней поверхности бедра, долго мотался, перематывал заднюю поверхность, в итоге вышел, 10 минут поиграл, при счете 0-2 попросил замену и уже переоделся и досматривал за игру своей. Он уже первый тайм, да, я тебе больше сказал. Он заменился на 10 минуте. Да, и он в первом тайме уже, я обратил внимание, он уже переодевался, то есть... Да, да, он уже все было понятно, да, после того, как он заменился, уже было понятно, что он продолжать игру не будет, в гражданской одежде следил за поражением своей команды. Стоп Наркотик, знаешь, по игре, по игре, темп игры был вообще невысокий. То есть, вышли команды, ну, не сказать, что какой-то матч. То есть, Стоп Наркотик, мне кажется, раскрепостился, раскрепостился. Терять нечего. Нечего терять, плюс еще в Стоп Наркотике идет перестройка игры. Был Элвис, был Элвис, который... Да, который все зависел. В который ушел в Метrologик, о котором зависело очень много. 21 мяч забить, 9 играть, зачем дать. Элвис и MVP прошлого сезона, первого дивизиона. Вот, да. Он уходит, и нужно искать какие-то... Раньше, может быть, не было по принципу, там, играйте через Элвис, что-нибудь придумаем. Сейчас приходится искать другие какие-то варианты, ходы. И прекрасно себя проявил в этой игре Игорь Каштанов, хитрик. Опять же, о котором ты говорил, да, что у нас тур хитриков. Согласен. Согласен. Но Тона, видишь, Миш, все-таки из-за отсутствия вот этой вот, скажем так, состава на игру все-таки... Ну, да, отметим, что и легенда Тонны Николай Орехов, который еще в первом чемпионате ЛФЛ принимал участие, вышел на поле. И, ну, не было всех игроков и Тонны, то есть, без замен приехали. Тонна поразила нас в весенней части. На старте, да, после новогоднего перерыва, да, они одержали ряд побед, то есть, если после, не после первого круга, а до Нового года у команды было там всего 10 очков, и это получается у нас в 15 матчах, то за последние 8 матчей команда смогла набрать 13 очков за 8 матчей. То есть, практически в 2 раза меньше почти сыграли в матче, а набрали очков, получается, в полтора раза больше. Да, да, и какая-то появилась, и вспомним, волевую ничью с реальщиками, когда задействованы до конца, команда проигрывая 4-1, играет в итоге 4-4. То есть, что-то было, мне кажется, что Тонна просто не подготовилась к этому матчу, хотя Тонна, в принципе, себя тоже никак не может чувствовать комфортно, а Тонна находится в зоне переходных матчей сейчас с 23 очками. из оставшихся соперников Тонна могу назвать только 3 звездочки, которые, в принципе, ну, можно так сказать, без шансов, тем более... Ну, 3-х звездочек это будет потенциально чемпионский матч, эти выходные. Тонне здесь, я думаю, ловить не приходится никаких очков. Есть только не... Опять же, это футбол, все приходят при 0-0, может произойти чудо, кто знает. Но остаток у них из там последних четырех матчей керосинка, который мы уже вот только что говорили о том, что они 10-0 проиграли, и мотивацию ребят нет. Ну, чемпионат, может быть, да, будет удерживать свое четвертое место. Ну, и у них на концовку осталась Зюзина, а Зюзина, то это у нас старая добрая дерби. Да, очередное. Как мы узнали. Перейдем к... Сразу же отдельно оговоримся о том, что у нас сегодня будут гости в студии. Это будет Виктор Белов, представитель и руководитель команды чемпионат, и Михаил Марголин, тоже руководитель, представитель команды НИКа. С ними мы подробнейшим образом обсудим матчи этих команд. Чемпионат, соответственно, обыграл в драматичном матче «Удар» со счетом 6-4, НИКа в... Матча за второе место. Матча за второе место, битве за второе место. Ну, хотя, как таковой битвы не получилось, обыграл по счету не получилось. По счету не получилось, по счету получилось, а по ходу игры нет. Соглашусь. С Михаилом Марголиным эти два матча мы обсудим обязательно, после того, как мы закончим обсуждать текущие матчи этого тура. ММФ «Меркурий». Мы с тобой опять же этот матч видели, можно сказать, от первого лица. Ну да, ты был главным судей. Я работал главным арбитром на этом матче, Антон работал резервным. Матч получился красивым, хорошим. Красивым. По-настоящему красивым, драматичным. с развязкой на 63-й минуте. Пенальти был назначен в ворота «Меркурия». Но до этого справедливости ради скажем, что и ворота ММФ был назначен пенальти за фон Дениса Лесаренко. Игра была ММФ. Во-первых, ММФ, скажем, что это вторая у них была игра. Два дня подряд. Это была воскресная игра ММФ «Меркурий». Это игра 26-го тура. В субботу они играли игру 22-го тура. Перенесенную изюзину, о которой мы тоже поговорим. В принципе, до 58-й минуты «Меркурий» вел 3-1. Ничего не предвещало беды. Ничего не предвещало беды. На 58-й минуте после стандартного положения счет становится 3-2. И в конце игры пенальти счет 3-3. Эмоции со скамеек запасных обеих команд после матча. Ну, ничего страшного. Это футбол. Вышли, поиграли. А без эмоций как мы будем играть? «Меркурий», мне кажется, прекрасно выступает в этом чемпионате. почти гарантированно 5-е место у команды. Может быть, удастся обогнать чемпионат и выйти на 4-е. В принципе, я считаю, что это успех для «Меркурии». Учитывая, что эта команда не олигарх у нас, нет игроков, которые получают какие-то финансовые мотивации. Именно какая-то крепкая команда друзей. Плюс отметим еще, что Кирилл Лапидус перестал переезжать на матчи. Но без него они не особо сильно слабо стали выглядеть, я тебе могу сказать. Более командная просто у них игра без ярких личностей, но как команда очень боеспособный сильный коллектив. Ну да. А ММФ? ММФ надо выбираться из подвала турнирной таблицы. Алексей Хадыкин всячески старается, переживает очень сильно на бровке. И ММФ вообще не везет в последние туры. Игра Зюзина была. 2-0 команда вела после первого тайма. В итоге проигрывает 3-2 после пенальти на последней минуте. Здесь же как бы Фортуна отдала получается вернула должок. Вспомним предыдущий матч на предыдущей неделе с любителями. Команда ведет 3-1 за 5 минут до конца. Даже за 4, по-моему. В итоге проигрывает 4-3, получает красную карточку. Виноваты все, кроме игроков. то есть ну не знаю. Знаешь хочется отметить то, что в ММФ дебютировал Марат Азизов в эти выходные. Это известная личность в футбольных кругах. Ну в мини-футбольных больше. Много матчей в российской футбольной мини-футбольной премьер-лиге он сыграл. Получается он бронзовый призер в составе сборной России чемпионата Европы в Португалии 2007 года. Марат дебютировал в первой же игре забил мяч. И вообще и в отчетной игре с Меркунием смотрелся очень неплохо. Да, он где-то играет с заменными. Нашу лигу конечно не удивишь титулованными мини-футболистами. Согласен. Но надо отметить потому что игроки Аркадий Белый, Михаил Маркин даже в этом сезоне появлялся на поле. Поэтому я думаю что Шойкова можно вспомнить. Это пляжный футбол больше за ММФ игравший в прошлом сезоне. Поэтому я думаю что будет тяжело но Алексей Хадыкин мне кажется С Алексеем так удалось во время даже игры пары слов перекинуться и после очередного пропущенного мяча у него было такое выражение как мне это все надоело. Потому что по-моему чуть ли не в четырех играх подряд они первые забивают и у них не получается набрать максимальное количество очков коль уж затронули очковый запас команды. После Нового года это просто катастрофическая ситуация у них у них одна победа одна ничья шесть поражений то есть если команда до Нового года набрала 18 очков то сейчас набрать всего четыре соответственно вот они скатились ну я думаю Алексей как опытный наставник все-таки он курирует мы уже с тобой знаем не одну команду я думаю он найдет оптимальное решение данного вопроса и все-таки я надеюсь на то что ММФ останется будем надеяться перейдем плавно к игре ММФ Зюзина мы в принципе уже все сказали ММФ вело 2-0 Зюзина выигрывает 3-2 пенальти на последней минуте я думаю что с этого матча Зюзина мы перейдем на матч Зюзина с реальчиками Зюзина с реальчиками очень эпическая битва получилась опять же мне удалось поработать и на этом матче там особая история реальчики вели 3-1 3-1 причем при счете 2-1 был удален центральный защитник Зюзина Чернищенко за фул последней надежды он решил исполнить Луиса Суареса на линии ворота рукой выбить но в принципе получается несмотря на то что это произошло на 17-й минуте первого тайма в итоге-то после 3-1 давай мы расскажем зрителям чтобы они понимали может кто-то не видел этот матч не смотрел отчет по нему при счете 2-1 при счете 1-1 назначается пенальти в ворота Зюзина удаляется Чернищенко забивается мяч с пенальти через минуту и Зюзина играет в меньшинстве через минуту реальчики забивает третий мяч считается 3-1 но все бы ничего если Зюзина приехал на эту игру просто восьмером и вместо удаленного Чернищенко выходить было нехто никому да Алексей Царенко один из основателей команды Зюзина стоял молча наблюдал и говорил мне о том что пора возвращаться в заявку пора возвращаться в заявку но в итоге на 28-й и 40-й минуте Зюзинцы забивают мяч и больше скажу что на 54-й минуте составы сравниваются так как Денис Собачкин реальчиков удален да и это происходит на 54-й как раз за 6 минут до конца а по правилам любительской футбольной лиги у игрок удаляется на 10 минут соответственно конца в итоге доигрывали в формате 7 на 7 голов больше не забили по Зюзину в принципе все понятно команда доигрывает чемпионат там вот огненное дерби с тонной а так в принципе а так они сохранили прописку да но мне кажется у них не стояла задача сохранить прописку мне кажется хотели чуть повыше занять но знаю у них там были трансферные неудачи вели они разговоры трансферные с игроками не получилось но пожелаем удачи команда старая одна из старейших у нас в лиге и я думаю разберутся за лет обязательно разберутся зная о том какие руководители у команды о том что они в силу своих возможностей они максималисты все таки я думаю может ожидать у нас то что в следующем чемпионате они будут на более высоких позициях ну и последняя команда о которой мы бы сегодня так не поговорили это реальчики и команда находится в непонятном состоянии мы общаемся с людьми из реальчиков очень хорошо непонятно будущее коллектива скорее всего команды не будет на следующий сезон есть разные варианты слияние с кем-либо либо выставление на продажу главная задача сейчас команда сохранить место в высшем дивизионе до прямого вылета 4 очка до зоны переходных матчей 3 очка и ну вот Зюзина да ты играешь в большинстве 40 минут ну да почему пропускаешь два мяча о чем это может говорить я тебе честно могу сказать когда было удаление у Зюзина мне кажется в силу молодости игроков именно реальчиков они свалились на какие-то непонятные длинные передачи хотя казалось бы клади мяч да спокойно раскатывай использую большинство тем более у тебя 43 минуты против довольно-таки возрастного соперника их можно было замотать и сыграть я не знаю с каким счетом не хватило мастерства не хватило желания может быть да мне кажется желанием-то у них как раз все хорошо у них даже переизбыток этого желания ну не знаю не было Бондарева был дисквалифицирован который их обычно заводит но Илья постоянно жалуется что он им мешает играть футбол сейчас его не было Илья Позняков не в этом матче с Бровки руководил командой а всячески поддерживал активно я видел часть этого матча на втором поле она проходила но не помогло нет не помогло ну да у них вообще все после Нового года опять же мы возвращаемся к сравнению до Нового года и после Нового года и мы опять же в этой же ситуации мы на это тоже можем обратить внимание то что команда реально после Нового года сдала у них в последних 7 матчах после возобновления чемпионата а в весенней части у них всего одна победа 3 ничьих и 3 поражения Миша ну это на самом деле если ты серьезный коллектив с хорошим желанием там с хорошим задором то в принципе даже при отсутствии мастерства можно показывать более интересный вот мне кажется то что неопределенность будущем коллектива влияется что нет ответственности с ты знаешь что же на следующий год у тебя команда будет это что ты будешь не играть это одно а когда ты понимаешь что что осталось четыре тура и непонятно сколько игр кубка как себя мотивировать ну как мотивировать смотри у них поставшихся турах осталось бутово камаз любители меркурий то есть по большому счету бутово любители и меркурия то команды которые тебе не очко не отдадут да все мотивируя мотивированные вне зависимости от того на каких позициях они идут бутыл с меркурием пусть они уже не цепляются там за какие-то места они все равно будут биться это те коллектив которые нас приучили из года в год то что они бьются в каждом матче вне зависимости от состава там об отношении там суде которых обслуждают все что угодно от погоды там неважно в этой ситуации только там с камазом можно на что-то рассчитываешь камаз тоже также не мотивируем может с тобой сказали о том что у дениса немножко свои задача свои задачи скажем так карьерный успех и в принципе на окончании чемпионат сильно ребята напрягать не будет главное чтобы они приезжали просто отыгрывали игру да ну три очка из 12 вам косвенно обеспечен не знаю не знаю что ждет эту команду даже вне зависимости от того что они вылетают не вылетают остается не остаются будут они реальчиками или будут они там друг под другим каким-то названием все равно потенциальный человек который будет смотреть нужно ли ему заниматься данным коллективом будет смотреть на их результат конечно конечно плюс есть индивидуальная статистика игроков которые будут поэтому даже ради этого я думаю надо на концовку чемпионата ребятам все-таки собраться согласен теперь мы перейдем к обсуждению матчей удар чемпионат и ника любители с виктором беловым и михаилом ирголиным соответственно друзья продолжаем обсуждение матчей прошедшего 26 тура у нас первый гость студии первый гость в истории нашей передачи знакомьтесь виктор белов всем привет виктор можно поздравить 3 апреля виктор стал нас молодым отцом родился сын ведь поздравляем спасибо большое прибавление в семье спасибо спасибо желаем побольше детей до чтобы скажем так ответственность за продолжение омоложения коллектива лежал непосредственно самих игроках и руководителях команд ну конечно будет проходить практику меня под фото моей стажировкой потом дальнейшем надеюсь сменить на посту но может быть может быть может быть перспективный футболист вырастет вес 14 можно будет уже за дубль но посмотрим посмотрим будем ждать будем ждать может быть со временем сделан чемпионат 2 они дубль что поинтереснее был нам согласен для молодых футболистов дали подрастающим видеть перейдем от этого радостного события к тоже я думаю радостном событие для вашей команды игра с ударом игра это не транслировалась нашими каналами игра была очень очень ровная игра была очень ровно до последнего момента было непонятно кто победит в итоге хотя на 50 минуте я думаю навряд ли кто-то мог сказать о том что в этой чемпионат ведь хотелось бы от первого лица услышать как развивался этот матч но на самом деле все ну как бы предсказуемо было мы знали то что будет тяжелый футбол то что ну как бы удар пропагандирует такой жесткий оборонительный футбол то есть в принципе так все получалось мы по ходу игры пытались у нас первых первые пять наверно шесть минут мы навалились пытались ну как бы создать забить гол но реализация в очередной раз нас подвела вот ну и потом как бы игра перешла в русло когда удар люб умеют это как бы отталкивать игру от своих ворот и как бы пошел такой футбол ровный без моментов пропустили гол получается в первом тайме на контратаке вот ребята с ударов блин да должный красивый гол залетел такую в девяточку вот тут в принципе в первый тайм так и закончился вот помните то есть соответственно в перерыве как бы ребятам сказал чтобы больше движения было в атаке потому что ну как бы удар слишком плотно оборонялся узко вот но начали второй тоже неважно пытались что-то сделать не получалось на контратаке пропустили второй гол вот то есть ничего не получалось дальше вот я не помню на какой минуте там вы забили где-то в середине да наверно не то в середине второго тайма савченко первый гол забил из трех который он забьет в этой игре да 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 забил гол 2 1 ну как бы подумали то что в принципе все время достаточно играть и забьем еще в принципе все были в этом уверены но в итоге пропустили еще два мяча свое рода ворот и стал счет 41 вот ну мячи какие мы пропустили носку помните со стандарта с не ошибаюсь два мяча было с аут против удара кажется каждая команда может в калочках похвастаться тому что пропускается стандарта аута отработаны там до автоматизма уже лучше но я ребят я ребят перед игрой это предупреждал говорил то что они очень хорошо используют эти моменты чтобы исключали угловые аута но чтобы наигранные стандартно а ударов то есть принципе принесли им свои плоды они повели 41 под конец конечно же был печально понималось то что ничего не получалось но нужно отдать должного все были может быть игроки удара их руководители уверены до последнего момента что уже они выиграли игру то есть они уже смотрели на табло то что счет 41 был пошла последний 10 минут к на самом деле я сам уже отчаялся думал то что мы уже не отыграемся но вы ребята которые играли на поле думали совсем по-другому они верили в победу ну и собственно воплотили это то есть мы забили получается за ну за 9 10 2 9 10 минут до 5 мне кажется знаешь несмотря на то что команду подготовил да к этим стандартам которого удара хорошо отлажены в принципе к этой вязкой борьбе до к оборонительному футболу в итоге команд допустил всевозможные ошибки которые могла допустить в этой игре пропустили два мяча в контратаках два мяча со стандарта плюс мне кажется на протяжении долгого времени игры да на протяжении минут наверно 30-40 команды все-таки играла футбол именно ударом может быть вот это вот конфликтная ситуация которая произошла в начале первого тайма между пономарёвым и зотовым как повлияло нет не выбила на из колеи команду я думаю она команду искренне выбила то есть мы в перерыве с артемием поговорили чтобы он немножко успокоился так вполне мог получить вторую желтую карточку этим подвел команды тогда вообще было все плачевно то что все таки ну как бы у нас такой ключевой игрок который забивает голы создает моменты ну вроде как он успокоился и второй тайм уже да вот в итоге то получается негатива да в итоге получается у нас то что команда пришла в себя получается на концовку игры на последний 10 минут куда благодаря которой соответственно 51 по 61 компенсированную минуту до команд смогла забить пять мячей и выиграть то есть получается ребята пришли только в конце игры в себя вот вот ребят парадокса получилось получилось вот это вот 10 минутку они отыграли как я просил самого начала начала абсолютно да 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 ну видимо вот это наверно гол 2 когда стал 42 разодорил там если не ошибаюсь спустя минуту за беда там быстро уже полетела да там пятый мяч по моему уже забили как раз там что-то не на 60 минуте до был добавлен там две или три минуты не помню точно вот как раз шестой уже когда удар уже сам открылся до удар уже примерно ваш футбол начал играть я помню тоже середина второго тайму у вас по большому счету на своей половине осталось только один защитников шестером да 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 у нас нас как раз подключался центральный за до его постоянно страховал кто-то либо из крайних защитников его вообще иногда даже полузащитник оказывался но удар настолько плотно сел в свою оборону то есть поэтому необходимо было уже подключать зачем там ставить кому-то то есть согласен в принципе получается все то что ты команде говорил до игры они реализовали как я уже повторюсь последний 10 минут да 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 дотянули до концовка получилось настоящая такая русская славянская команда до загнать себя в очень такой тяжелую ситуацию потом с геройством из нее выбраться да 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 ну к счастью получилось это сделать ребята молодцы да ребят молодцы на самом деле я надеюсь на то что несмотря на то что вот после нового года у вас так нестабильно идет одна победа одно поражение на победа одно поражение то есть чередуйте хороший матч можно так сказать с провальным то что проигрывали вы далеко не лидером проиграли вас там команда находится который снизу да и надеемся на то что все-таки на концовку чемпионат команда соберется да и берет максимальное количество очков но мы будем стараться то есть как сказал то что мы ну как бы чередовали поражение и побед это связано было с тем то что не всегда стабильный состав был то есть он все время менялся варьировался не было вот стабильность вот определенного состава кто-то там травм получил кто-то не приехал то есть но много моментов было не получился не получался наиграть состав который играл постоянным костяк который куда давал как раз вот положительные результаты но я надеюсь сейчас вот ну как бы мы вроде как команду подготовили состав я надеюсь что будет как раз до последнего матча кубка от скажем так отлично ведь хочется спросить я считаю новый облик команды чемпионат очень сильные трансферные изменения произошли уж с прошлым сезоном сравнивать вообще мне кажется не стоит даже по сравнению с осенне зимней части чемпионата пришли новые футболисты хотелось бы узнать как как шло вот это комплектование вот это вот так сработали хорошо в трансферное окно то что серьезное усиление очень многие выделяют савченко но пока что на слуху только он я думаю что и другие футболисты не хуже потому что я видел матч воочию с поля с реальчиками когда новый футболисты делали все что хотели конечно реальчиков не было почему-то какой-то супер мотивации особенно в втором тайме но видно что мастеровитые футболисты перешли в чемпионат что сподвигло тебя потому что на изменение в составе да ну и в общем с трансфера получился так вообще на самом деле комичная ситуация я где-то в ноябре влазил по форму или не знаю вот в контакте искал себе короче вратаря вот в лфа как раз контакте искал вратаря для дубля то что там ну кто приезжал то не приезжал иногда приходилось саму приезжать играть в воротах вот и думаю надоело это думаю найду себе вратаря ну и что-то листаю листаю и смотрю статейка такая как парень пишет там то там то играл в рома короче думаю блин нифига себе как бы были нормальный пульсу по второй лиге еще поиграл созвонился ну списался с ним созвонился поговорил он говорит так и так у нас но здесь непонятная ситуация в рома возможно команда закрываться будет вот типа ну хотелось вышли где-нибудь побегать я говорю были ну отлично чего нам в принципе были хорошие игроки нужны так как у нас опять же составом всегда бывают проблемы то на работе то травма то уедет куда-то и так далее создай годы создай и он говорит блин а у меня еще там есть вот несколько ребят которые тоже нормальные говорю блин ну отлично то есть договорились с ним списаться то есть уже весной как раз когда у трансфер на окно открывалась то что никто последний момент непонятно был с рома ну и в итоге вот так вот получилось они как раз к нам пришли мы как бы с ними договорились посмотреть вот этот год как они вольются состав ну как понравится нам ли они мы им вот и уже в следующем году чтобы уже строить какую-то команду если интересы совпадут старостин иванов и савченко старостин иванов и савченко да это очень сильное усиление мастеровитой да в принципе на следующий сезон мне кажется если ребята сыграются и будут показывать тот уровень который они покажут сейчас в следующем году можно ожидать сюрприз от ваших кому ну будем надеяться надо доиграть этот год и потом уже делать планы все таки как бы на следующий год прикидывать опять же это ведь учитывая потом о чем ты говорил что была проблема со стабильностью приезда на игру вот новую так сказать призыв чемпионата надежные игроки будут приезжать на все матчи ну по общению с ребятами ну вообще то есть у меня складываются что адекватные люди и они я думаю как профессионалы ребята то есть они сказали то есть мы с ним договорились у них определенное время на что они выходные тоже работают то есть определенное время они будут приезжать поэтому чемпионат на вечер стал игру ставить ну пока на вечер так как уже в принципе мы все свои полномочия сложили так мы выше прыгнуть уже не сможем то есть четвертое место я надеюсь то что мы его оставим при себе а уже на кубок они свою графику построить и будем уже готовиться ну да отрыв от любителей у вас конечно 11 очков за четыре тура до конца вряд ли любить проигрывать да не ну конечно у них команда сыгранная хорошая они вряд ли потерять столько очков ну плюс ко всему у них и оставшиеся игры такие столь серьезно ну да не в принципе уже со всеми сильными сыграть может сказать да вот из тех кто более-менее их может зацепить наверное команда которая борется за выживание до этого мк реальчики а так в принципе пищевик с ударом уже в принципе на сезон задача решили они середины ни вверх ни вниз никуда не денутся согласен я думаю что о любителях мы более подробно поговорим когда на студии михаил марголин будет да дорогие зрители у нас будет после виктора еще один гость михаил марголин руководитель один за руководители ники и там и более подробно тему любителей тем более нас главная тема передачи это матч супер матч выходных ник и любители о нем чуть позже тему любителей мы позовем согласен антон по чемпионату наверное нам было бы очень интересно узнать вообще историю создания клуба мы сейчас вынесем за скобку всем помню прекрасно вид тебя в выступлениями за мифи и за торпед гагаринский потом мы помним как ты уже был руководителем мифи команда вышла там во многом благодаря тебе я думаю то что ты на тебе это тяну я это помню все прекрасно и потом в один прекрасный момент как-то мне кажется это дело случае то что такой мощный холдинг ну собственно как она как она все получилось то есть команда миссии вылетела из высшего дивизиона вот и потом не прошлый руководитель команды сердюков александр предложил возглавить команду вот то есть я внедрил все свои силы и мы в первый год вышли сразу сразу в вышку это очень важно так как в первой лиге можно так как как трясина там можно застрять надолго вот и мы как раз вот в этот период когда вышли в высший дивизион у нас команде наш хороший друг играл максим сырьевичиков в принципе он сейчас играет просто не всегда получается и он как раз занимал руководящую должность в чемпионате вот как все наши друзья там пели и вот они предложили как бы переименовать команду в чемпионат а получилось так раньше была команда на северо-западе чемпионата я не помню не там во второй в первой лиге играли сейчас закрылся команду вот второй лиги дали как раз последнюю частью него 2 да 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 вот и нам вот как предложили под брендом чемпионат выступает то есть я с удовольствием согласился так как это ну образно говоря финансовая разгрузка ну и вот собственно вот создался этот командов как бренд а уже по трансферам я собирался собирался и до сих пор до сих пор собираю 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 вот до конца пока еще не можем построить но надеюсь в ближайшее время этап строительства завершится не будет соберешь долгостроен соберешь что свой конструктор да 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 построишь свою большую башню да видите что с игроками которые забыли мы спросить когда трансферной политики которые стояли были основными в чемпионате на сейчас мы видим что все реже и это жан почти не приезжает не приезжает сапронов что с этими игроками будут они в команде но они в команде а по поводу то есть жанна он получается он не играет две игры то есть собственно мы с ним попрощались так как закончился сыгра с ом как как раз вот этот обидно 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 и поражение ну да не хотел задавать подробность что был конфликт просто видне футбола разные такие хочет играть для себя в атакующий футбол в линии атаки а для меня он как бы защитник я думаю просто если это постоянно бы стыковки были бы из этого ничего хорошего не получилось как негатив не хотелось бы создавать внутри всего коллектива чемпионат поэтому как бы решили расстаться а по поводу сопронова он у нас команде также числится и будет играть но просто нет не получается пока по времени приезжать то есть у него ну как будто тот весеннюю стадию немного работы и поэтому не по времени получалось приезжать такой период времени который мы играли ведь учитывая то что чемпионат является партнером лфл не было мыслей может быть на чемпионат россии может быть на кфл подробно цель и очень хотел бы на кфл я попросил вот кто как раз разговаривает с руководителями всего сели гелфл вот или и она я не знаю она должна была вот в ближайшие дни там сказать ответ реально это будет сделать или нет то есть заявиться то есть мы говорим уже о мае вот этого грамма и вот это есть шанс что команда от юго-запада будет впервые представлена и на чемпионат россии и на кфл но по полу чемпионата россии это уже как бы это уже перед идущие было пока вот а вот кфл хотелось бы участвовать собрать беспособную команду и очень интересное мероприятие для всего футбола в со всего мира приезжают команды это очень такой праздник многие ребята вот из нашей команды то же самое новобранцы очень с удовольствием сыграли в этом турнире кстати насчет чемпионат россии я сейчас вспомнил в этом году чемпионат россии проводился в сочи в прошлом году с очень в октябре месяце был формат 6 на 6 играл команды чемпионат финале она только пуртеру проиграла вас никого ваш игроков не звали туда вообще какой-то координирование было с тем чемпионатом который поехал чемпионат россии а нет нет не было никакого координирования то есть это скорее всего эту команду собирал то что года два или три назад которого ну вообще основатель чемпионата вот этого всего портала я думаю это скорее всего он собирал эту команду и они ездили я вот ну как бы к этому отношению вообще никакого не имел ну будем надеяться что увидим в мае месяце здесь на сетоне парке кому-то чемпионат был бы здорово осталось только отмашку дать им все готовы мы все ждем вся лига я думаю это западная лига всех все клубы будут за вами пристально следить но было бы все равно интересно на в любом случае мы будем приезжать на этот праздник будем как участники либо как болельщики но такое пропустить нельзя ведь ну и наверное последний сегодня вопрос на тебе зададим по поводу сетка кубка изучали вообще сетку конечно изучал какие перспективы на самом деле вот наши половины сетки очень и очень непростая то есть начиная даже уже со 1 16 нам может попасть команда росвоен ипотека такая крепкая сильная команда легко точно не будет наши сетки но мы будем у нас задача есть добраться как можно выше а там уже собственно говоря от меня повторить прошлогодний результат но это было бы здорово но конечно в прошлом году у нас сетка располагала она все-таки с нашей половины была не такая сильная то есть в принципе у нас что начинает там 1 16 1 16 1 8 у нас команды были вот как раз с первой линии поэтому образом говорят только столкнулись а муск с команды вышки в полуфинале вот мы с будто вы играли да это у нас у мк но у москва эсберг будет то есть прошим причем если мне не изменяет память будто в том году по увереннее выступал по моему в чемпионате да и в чемпионате в чемпионате в кубке я помню этот матч я работал на нем по пенальти же по моему мы у бутова выиграли не мы у бутова выиграли с не ошибаюсь бутова до этого вышла по пенальти мы там мяча в два выиграли да то есть или даже 3 4 1 4 2 такой сейчас был ну в любом случае будем стараться кубок интересный обещает быть ну да и в принципе при том раскладе что у вас четвертое место по итогу в принципе это максимально достижимые результаты возможны то думаю все силы надо будет бросить на кубок если мы хотим участвовать попробовать реабилитироваться на москву да но будем стараться будем следить за вами будем переживать за вас спасибо спасибо большое и будем смотреть на становление чемпионата как коллектива новой команды новой команды труд непростой но мне кажется виктор все получится будем стараться я думаю будет интересна команда ведь спасибо тебе большое братья ждать студии всегда с удовольствием можешь сам приходить будем тебя звать надеюсь наше общение будет не единичное спасибо что пригласили да очень приятно было вот круто то что сделали передачи про юг-запад так что будем стараться тоже спасибо что пришел с нами был руководитель команды чемпионат виктор белов молодой отец сказал нам о жизни команды чемпионат продолжим в кратце продолжим нашу передачу дорогие зрители у нас в гостях михаил марголин один из руководителей тренер некий в рк у нас на этих выходных был огненный матч любители играли с никой ника победила со счетом 2-1 к сожалению для нас к стыду нашему мы не смогли последние 12 минут этого матча показать вам в прямом эфире вообще не смогли заснять то есть причины наслоения трансляции в двух разных округах лиги лфл на западной лиге были матч лиги чемпионов и технически группа не успевала на эти матчи поэтому пришлось прервать трансляцию это заранее обговаривалось думали мы что не будет у нас задержек но к сожалению она случилась приносим свои извинения еще раз миша здравствуй добрый вечер вот миша сразу сначала начнем с матча я думаю какие были ожидания от матча у ники что получилось что нет как от первого лица от бровки все это смотрелось но ожидания от матча были совершенно другие нежели то что произошло на футбольном поле готовились совершенно к другой игре страны любителей планировали то что ребята будут как обычно играть контроль мяча вот но где-то минут на второй на третий уже стало понятно что территориальным преимуществом будем владеть мы и как-то придется взломать эту насыщенную оборону вот немножко впали в ступор не понимали что делать но потом игра как-то сама все расставила на свои места по игре не ожидали не ожидали что у нас будет столько много моментов что наше преимущество будет не совруется скажу просто выпиющая по крайней мере ну по голевым моментом то есть четыре перекладины две штанги два выхода один на один игра должна бы я считаю было завершиться со счетом не 21 там а 10 5 как-то примерно вот так вот вот другое дело то что мы с нашим тренером денисом петренко чине всей игры просто пребывали буквально в шоковом состоянии что такая слабая реализация это нам не свойственно я даже не знаю что чтобы я собой сделал если там просто было пару эпизодов когда любители в конце реально могли отскочить и матч просто при тотальным нашим преимуществом мог закончиться в ничью ну мы напомним то что был момент а вторым тайме когда в меньшинстве вы играли до был не видел был матч миша денис петренко тренер ники да планировалось изначально ну возраст потихонечку начинает брать свое плюс травма планировать планировалось то что он со следующего сезона начнет свою треническую деятельность но так как у нас задачи высокие да и собирались зимой с костей и решили что ну не стоит откладывать там дело в долгий ящик надо сейчас все усилия бросить именно на концовку этого чемпионата и сейчас получается что у нас теперь триумвират бесков бановский кто там еще не помню третий был плохие да вот так что вот общими усилиями таймс пробуем пока непонятно что из этого дела ну будет что из этого выйдет но на данный момент денис проявляет себя что очень хорошо очень хорошо что-то он там привнес нет понимания как бы насколько это хорошо насколько плохо вот время расставит по своим местам но пока руководство команда его деятельность на посту главного тренера довольно поговорим о вашем триумвирате чуть попозже когда будем про историю ники разговаривать покажет именно к этой игре вернемся может быть сейчас даже зайдем с этой игры к следующей вашей календарной игры с меркурием что делается линии обороны два игрока пропускают из-за карточек плаксный перебор карточек никита потапов дисквалифицирован за удаление есть какие-то мысли уже по поводу линии обороны с меркурием я видел степан озеров играл центрального защитника последний матч был момент не знаю скорее всего окончательно примем какое-то решение последние два дня перед игрой но сейчас на данный момент защите будут играть мельников озеров будем играть два защитника как мы играем вот мельников озеров других вариантов просто нету вот будем как-то выкручиваться посмотрим а вообще какое-то усиление этой позиции планировалось в трансферное окно или же вообще защите линии обороны ники или же летом есть какие-то селекционные задачи до планировалось вот это трансферное окно ну как планировалось была мысль взять еще одного защитника но так подумали основные защитники у нас три потапов плаксин озеров брать еще одного человека чтобы там просто протирал штаны на лавке в этом нет никакого смысла решили как обычно пройти по лезвию ножа отыграть там конец сезона обоим в 12 человек ну так вот сложилось то что два ведущих центральных защитника дисквалифицированы но выкрутимся нам не первый раз приезжать на игру там с одной заменой без замен вот мы ни в коем случае не дооцениваю меркурий но у нас просто не другого выхода будем играть теми кто есть ну меркурий тоже не будет их самого острова нападающего денис лесаренко он тоже будет пропускать этот матч из перебора карточек поэтому полегче должно быть обороне вашей посмотрим сейчас не к спасается благодаря универсализации степана озера получается на который нас как не изменяет они кучу журналовая игра связи с тем что степа озеров универсалом может играть нас на любой позиции кроме вратарской золото не игрок золото не человек кто он по игре вопросы какие-то есть по игре по последней игре с любителями но в принципе михаил правильно сказал что было множество моментов нереализованных но мне запомнилось еще великолепная игра вашего голкипера потому что при счете 20 было три опаснейших моменты это и штрафной это и добивание после углового когда два раза вратарь великолепно сыграл да то есть принципе зиновьева зиновьева да еще удар был неплохой то есть принципе был момент когда игра и немножечко так вышла из-под контроля да ну а так принципе михаил да все сказал по этой игре но вот чувствовалось нервы именно не получалось развить на мне кажется успех у них и из-за того что как раз дал некий запас прочности потерян защитник удалился до где-то момент не реализованные все-таки даже там великие мастера не будем напоминать их фамилии тоже до теряют иногда вот эту психологическую устойчивость и уверенность вот но да я согласен с вами что же то что саша антонов провел очередной великолепный матч своей карьере вратаря ники вот но тоже не хочется хвалить парня лишний раз потому что долгие годы мы даже не могли не считать что у нас команде будет практически два равноценка вратаря таришка там и антонов сейчас на данный момент вот любим ценим обоих у обоих есть свои сильные слабые стороны но вот то что допустим не получилось у саш таришки да в матче с тремя звездами отыграл в общем-то он неплохо но в таких матчах там надо просто тащить все спасать оставлять команду в игре у него не получилось зато получилось сейчас у саша антонова в другой раз будем надеяться что . тоже нас вытащит в этом сезоне были такие игры да у меня был вопрос как раз по поводу вратарей как вы определяете я понимаю то что начале сезона он был травмирован и появился его друг таришка они в жизни кто не знает это многие это не знают они очень хорошие друзья и был момент когда они оба вызывались когда в молодежную сборную один не мог рекомендовал другого то есть люди в жизни реально дружат там чуть ли не соседи да но там был разговор когда таришка приходил в команду вот у меня был разговор с антоновым но сказал я пример следующее саш вот мы хотим сделать так что у нас в команде было два равноценных вратаря и мы в это дело с кости вмешиваться не хотим кто из вас там будет приезжать на игру конкретную да но среда в четверг у нас должна быть твердая определенность кто будет защищать наши ворота вот ну ребята как вы как вы правильно заметили давно общается друг с другом я скажу больше они живут на одном этаже вот так что пока проблем никаких не было мы очень довольны не знаю может там у них что-то есть между собой но я думаю что люди знают там друг другу там 15 лет думаю что вряд ли как все пока гладко все очень хорошо все все всем довольны ну да судя по их общению они только становятся сильнее с каждым годом такая нормальная вратарская дружба до нормального не конкур и не конкурирующая такая да когда сидит ты человек сидящий на скамейке ждет осечки да и пытается всяческим образом повлиять на руководство даже за эти его флакантное место нет хорошо когда такие между вратарями в коллективе отношения миша по игре по игре в принципе мне кажется понятно все очень хорошо объяснил мы сама отметили в этой игре антонова я считаю что и олега белокопытого голкипер любители тоже надо отметить мне кажется олег сыграл одну из лучших матчей этот он мы с тобой и в живую видео очень да несмотря на больше степени я меньше давно я работал параллельно втором поле но еще видео мы смотрели сегодня мы еще раз чтобы освежить память матч пересмотрели с тобой его вместе и белокопытого мы с тобой отмечали да смотря на возраст несмотря на то что не всегда олег выручает эту игру он провел это он провел очень сильно за очень достойно о чем говорил миша было куча куча моментов где-то вратарь где-то штанги перекладим конечно ну да так по счету кажется игра равная 21 да я искал чтобы нас там какой-то вот мы больше владели мечом ни о чем не говорить но то что у нас было больше моментов да это факт это надо играм гаряться не хочется ну это просто ужас какой-то реализации был вот в этот день у нас ну значит будем ожидать ближайших турах что вас прорвет тем более соперники в принципе которого остались наконец чемпионата не позволяет это сделать тот же меркурий да не самый там прочной обороны и про ммф керосинку и пищевик вообще можно не говорить там если ммф еще борется за выживание да там они могут навязать какую-то борьбу в принципе тоже да ничего не проходимого там нет но керосинка с пищевиком и вовсе принципе чемпионат уже закончили они находятся середине не борется ни за выживание да и выше подняться категорически не согласен с такой трактовкой постановка вопроса будем настраиваться на каждый матч невзирая там на каком какой позиции идет соперник последние два сезона минувших просто мы отвратительно играли с концовку прошлом году вообще ее смазали ужасно да там было много причин травма всеобщая хандра вот даже сейчас не хочу все перечислять и раз уж мы удалось нам одержать победу очень важно для вас любителями сейчас какой-то шапкой закидательского настроения нет этого не будет пока я живой буду настраивать команду лично в развивалке на каждую игру миша вот вообще второе место вот это перед началом сезона когда уже было известно о проблемах пищевика предложили бы вам вот не глядя то что не занимаете в этом сезоне второе место согласились бы я бы согласился сразу скажу больше то есть перед первым туром этого чемпионата у меня был разговор на бровке с александром воронцовым по поводу того у кого какие шансы в этом сезоне но я просто сказал сразу что им бы всех разорвет и чемпионство пищевика это будет еще круче будет все в одну колиту ну саша назвал меня сумасшедшим но в итоге все так оно и вышло то есть лично я бы перед стартом сезона на второе место согласился сразу другое дело то что я бы не сказал было об этом команде и боролись бы в любом случае за первое место до последнего сейчас уже шансов нет никаких там теоретически остались там мгу проиграть даже две игры я в это вообще не верю там у вас сейчас 10 очков до 10 очков и в этом туре играет потенциально чемпионский матч с тонной да в случае победы пробки потолок шампанское на поле ну то есть второе место в принципе по стратегии развития клуба вполне нормально это максимум что мы могли сделать в этом году объективно объективно учитывая с нашими проблемы кадровыми там первой половины сезона не первой половины первые четверти сезона вот так вот мы про сергей комарова сейчас про вход в аренду сбербанк и про это и про много других обстоятельств мы сегодня смотрели опять же поднимали статистику первые 10 туров пока сергея не было пять матчей не выигранно было было поражение от реальчиков была ничья с тонной то есть со стоп наркотиком вот вот эти вот очки конечно может быть и пригодились бы в дальнейшей потенциальной борьбе за чемпионство но там так получилось что нельзя было просто ничего с этим сделать нельзя было ничего поделать целый ряд причин там первое люди мы взяли там пять человек перед сезоном в команду да не все ребята сразу поняли задачи которые перед ними ставится не сразу поняли что надо делать на поле настрой был не тот пока все это приводили в норму вот были эти потери очков там каждая игра индивидуально если там не часто стоп наркотиком это просто раздолбасьте с нашей страны чистое вот с реальчиками там мы с кости просто не угадали со стартным составом а потом реальчики уперлись был уже процессе игры что тяжело что-то сделать каждая игра она там индивидуально вот ну да не хватило может там не хватило нам этих очков для того чтобы себя более уверенно чувствовать на втором месте но тем не менее мы на нем идем а достать мгу ну вряд ли все равно получилось даже несмотря на то даже если мы у них выиграли вот эту вот игру которая там была три недели назад или две все равно ребят не проигрывают ребят не проигрывает вообще вообще да ну и надо сказать что мгу костяк сформировался команда в прошлом году не красный пришел в середине прошлого сезона в этом году добавили столько порцеладзе никонов туда да из команды которая прекратила свое существование после того сезона из спартака да команда в том году занимала уже своим составом креки второе место то есть как бы был пищевик и все остальные и добавивших опытных игроков до качественных и вышли соответственно более качественно другой уровень уники же сейчас как мы понимаем идет формирование коллектива пришли очень сильные исполнители пришел герс каков очень известный в нашей лиге вообще известный человек в фл профессиональном футболе нас лиги выступал за удар несколько лет назад пришел никита елфимов человек который за четыре матч что он провел за вашу команду он забивает каждом матче вот в принципе они остаются все на следующий сезон александр юшин приехал на матч любителями ну сейчас так далеко ран заказа загадывать будем будем для начала нам нужно доиграть этот сезон нужно достойно выступить в кубке вот и затем будем уже думать что будем делать на следующий сезон потому что каждый год у нас происходит одно и то же мы с костей миленьким садимся за стол или не за стол или стоя там все это дело обсуждаем встречаемся где-нибудь каждым сезоном думаем стоит ли нам продолжать вообще в принципе это все дело если продолжать то в каком все это виде будет то есть нам очень тяжело все это вот дается потому что команда ну все знаю что там вроде как есть спонсор до врк но это как бы это не то что мы хотим не то что мы хотим в первую очередь в плане денег ну и есть там еще ряд вопросов то есть по сути команду в плане финансов там тянет три-четыре человека вот чтобы прекрасно приглашать но по-настоящему каких-то стоящих звездных игроков просто у нас просто нет ни возможности ни денег вот и все поэтому каждым перед каждым сезоном мы обсуждаем и думаем какие вот какие задачи мы можем выполнить грубо говоря исходя из тех там финансовых и других условий которые у нас есть на данный момент вот то есть получается дестабилизация состава которая была в начале чемпионата это тоже вот отголоски вот этого или нет это не отголоски это просто стечение обстоятельств то есть ну что будет на следующий сезон пока четкой определенности по этому вопросу не да скорее все будем опять выступать но в каком это будет ну в каком это виде будет пока понимание нету естественно естественно если мы будем выступать мы обязательно постараемся сохранить всех своих лидеров в любом случае по поводу того что взять каких-то сильных игроков вот тут уже как большие проблемы ну да сейчас очень очень сложно тем более вообще скажем прямо в юго-западную лигу игроки пока не очень охотно идут а если собирать какой-то клуб действительно сильный то нужны немалые трансферные финансовые затраты и не каждая команда можете этого позволить несмотря то что есть спонсор в рк это по-моему вагон ремонтный комбинат вагон ремонтная компания компания дочерней компании ржд к сожалению не получается но это жизнь это жизнь это жизнь в фл очень хорошо что вообще команда существует вообще мишника с какого года но годом основания официально считается 2001 год я могу на этом вопросе остановиться поподробней рассказать немножко об истории команды то есть изначально никита потопов кости мельников они учились в одном классе соответственно в какой-то момент старших классах было принято волевое решение о том что нужно сделать что-то наподобие футбольной команды ну и соответственно эта футбольная команда образовалась на базе игроков школ в которой они учились и на базе ребят которые играли в футбол на районе проспект вернадского вот прошли вот этот путь который все на свое время проходили там игра в тдк в других турнирах там формате 5 на 5 6 на 6 вот потом получилось так то что принципе я тоже всю жизнь провел на проспекте вернадского но окончательно переехал в конце нулевых годов и у меня там тоже была своя команда ну и соответственно там тоже в то время как было одни играют за одних да другие за других вот этот круговорот круговорот игроков никуда просто моя команда постоянно был и в какой-то момент по-моему 9 9 10 год мы с кости с никитой встретились решили что нам надо объединить усилия и в общем-то уже заявиться в фл да потому что это уже тогда был ну высочайший уровень вот ну и по-моему вот у меня там было игрока 4 5 который постоянно есть у кости 78 вот мы как-то вот так вот соорганизовались заявились в лфл ну и в принципе прошли за три года путь до высшей лиги я помню вы играли в третьей лиге да второй второй лиге потом вас было по моему объединение с командой джуниор да из которой остался только илья мадилов да 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 я мадилов я его кстати виду помню трибунах перед матчем до заезжает периодически заезжая пока не играть пост травм не установился или другие причины какие я скажу такую сейчас несколько другие приоритеты что понять а с чем связано названием на ника по мне никого то это вот была такая команда по напомним есть по сей день до выступающих кфк находится на варшавском шоссе до проспекта варшавского шоссе немного далековато я не знаю этот вопрос лучше до задать кости скажу так что какого-то тесного контакта с той командой не было но в общем то ребят которые там выступали мы знаем то же самое сергей комаров насколько я знаю выступал за никуда вот за карьеру сергея комарова я признаю я могу сказать что же против него играл на кафе к бы вот это утверждать ну да 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 поэтому это заинтересовало меня может сергей имел какое-то отношение ну название придумал кость про сказал мы будем называться вот так вот с тех пор называемся в принципе это спонтанное решение получается ну в таком возрасте в том возрасте который он сделал команду все решили спонтанно согласен миша и хотелось бы спросить в проспект вернадского вот оттуда вот идет у вас принципиальнейшее противостояние с ударом до старые дерби это файр на трибунах очень красиво смотрелось все то есть самый принципиальный соперник в фл ну как сам принципиальный для кого для тех людей которые с первого матча в лфл в команде таких сейчас осталось там шесть человек да ну пять которые ездят постоянно самого первого матча у нас соответственно я кости мельников никита папа потапов степа озеров и сережка моров плюс рамиль фиершин он вот в этом году не ездит как когда его кто-то последний раз на поле уже никто не вспомнит заявки есть да вот вот для этих людей конечно это принципиально людям которые там пришли допустим в этом прошлом году очень тяжело объяснить да вот эту историю противостояния в общем-то для нас это принципиально мы это не скрываем и на каждый матч с ударом уходим как на последний да это заметно такой подтекст дерби это чувствуется также хотелось заметить то что несмотря на то что страсти на поле на трибунах кипят во время там наших матчей но в то же время отношения с ребятами из удара у нас не скажу что суперские лучшие друзья но опять же мы росли в пятиэтажках района проспекта вернадского там где все друг друга знают и я ребят из удар там знают с 12-13 лет до сих пор можем там встретиться вместе что-то обсудить что-то отметить в общем вне поля с ними царят исключительно дружеские отношения вот что касается наполе на это принципиально что им что нам тут уже никто и друг другу там жалеть ничего не будет так у вас ждал получается что очень многие игроки удары играли в свое время вники я помню игорь кочетков михаил зотов соответственно по моему фиевшин рамиль тоже выступал за удар да тут но много можно перечислять там кость мелька в то же свое время играл удары по первой лиге если что сезон там правил вот это вот это мы не знали вот это для нас открытие роман иванов тот же много сезонов за удар много сезонов за нику вот раньше мы называли его иудой вот сейчас в силу возраста мы уже не позволяем себе оскорбительных таких да и где-то от лечения уже отлегло уже за хлопок все представить он же как бы в аренде находится у максим захват ситуация следующая значит изначально он выбирал это по моему был год 2013 и куда перейти либо в нику либо удар у него было два варианта первый свой сезон он провел за нас затем когда мы уже играли в высшей лиге его для начала замучили травма вот а потом он просто проиграл конкуренции или мадилову впереди вот все поэтому потом он по моему провел сезон в третьей лиге и потом вернулся к нам оставаясь заявки и учитывая что они не было игрового времени он попросил ну как бы попросил руководство о том чтобы его отпустили в удар потому что удара постоянно были проблемы с нападающими забивными нападающими вот но перешел удар но все та же старая история то есть человек он как сказать травматичных хрустальный таких называют хрустальный постоянно ломается вот и очень долго восстанавливается после травм не знаю мне кажется может я там слишком категорично но карьера его в любительском футболе на высоком уровне она по сути уже закончилась доклада череда травм конечно тяжело с тяжело до сохранять и уровень и плюс восстановление время уходят года уходят и на тот уровень который ты хочешь выйти тоже до вернуться довольно таки проблематично миш хотели мы поговорить про триумвират сейчас вернемся к этой теме как у вас распределяется обязанности между константином мельниковым обои вот денис петренко теперь весь нас ну пока пока скажем так мы не четко вот как такого распределения кость а отвечает допустим за сбор команды на игру случае если того что он там занят или что-то не может что-то не получается я могут в вопросе помогаю соответственно на мне такая соответственно заполнение протоколов и мотивационная составляющая до в течение недели и если требуется непосредственно перед матчем денис петренко денис петренко он по большому счету он отвечает пока пока за установку перед игрой на данный момент все пока выглядит вот так это все сыро и будет как бы двигаться в какую-то сторону я так думаю но на данный момент все примерно так как я сказал мне кажется здесь петренко к тренеру в очень угадали человек известный нашему лиги лфл известен вообще в москве как футболист неоднократно чемпион юго-западной лиги в составе вопросов спорта поэтому я думаю что человек знает как перевивать команде победные традиции я думаю что в точку попали с этим назначением соглашусь время покажет хотим спросить про задачи на кубок вообще по сетке как вероятно как далеко пройти не могу ничего загадывать сетку видел знаю что в первом раунде скорее всего нас ожидать селеста скорее всего потом будет если мы проходим игра с умк я не знаю какие задачи у команды умк на кубок да я знаю что ну я так понимаю я догадываюсь что приоритет них сохранить прописка в высшем дивизионе вот какие у них там задачи на кубок мне неизвестно проходим омк и дальше у нас просто четыре человека уезжают в отпуск поэтому как мы будем играть вообще мне пока четкого понимания нет соответственно какие задачи можно ставить ставить там собой в девять человек вообще на кубок вот так будем смотреть будем выкручиваться естественно желание есть ничего не сделаешь люди отпуска они будут ради 1 4 кубка юго-запада от меня вот так вот им понимают да то что футбол нас любительские семьи и дети все это важное составляющие жизни от этого никуда мы не уйдем многие команды в летний период от этого страдают да вот я знаю например то что аркет гагаринский команды из второй лиги вот уже не является там один из лидеров 2 дивизиона переходят в первую до заранее объявили техническое поражение на это мы пожалуй поблагодарим михаила за то что огромное спасибо за то что он к нам пришел огромное пожалуйста будем надеяться что это будет часто будем звать будем разговаривать нам очень приятно было видеть тебя миш когда до новых встреч спасибо большое числе вам всего доброго с нами был один из руководителей ники михаил марголин дорогие зрители подходит к концу наши первые передачи надеюсь вам понравилось понятно что это первое это дебютное не все у нас могло получиться где-то что-то мы не доработали может быть мы будем стараться есть обратная связь узнаете что можно найти на стадионе все ваши предложения готовы выслушать по улучшению по качеству мы хотим делать хороший качественный продукт для нашей юго-западной лиги с вами сегодня был михаил першин и антон погодин спасибо до свидания до новых встреч